Всем привет! На данном видео эксимайский видеорегистратор гибридный, четырехканальный. Данный видеорегистратор 2018 года выпуска. Покажу вам как сбросить пароль к заводскому, если, к примеру, вы забыли или кто-то у вас взломал видеорегистратор, поменял пароль. Наверное, кто интересовался, искал эту информацию в интернете. Очень много есть методов, различные генераторы кодов. У кого это работает, у кого нет, сразу скажу, в основном это зависит от года выпуска видеорегистратора или IP-камеры. В прошлые годы есть вариант сбросить по дате на видеорегистраторе и генерируется в программе код. Код вводите в место пароля и пароль сбрасывается на предыдущий, то есть обнуляется админ и пароль пустой. Также в предыдущих годах выпуска видеорегистраторов был вариант вытащить батарейку, питание на несколько минут и сбрасывались тоже настройки к заводу. Или же был микрик рядом, кнопка сброса к заводским установкам Reset. В данном видеорегистраторе такого нету. Чем дальше, чем свежее видеорегистраторы, тем китайцы улучшают систему безопасности. Также я столкнулся с тем, что никакие генераторы паролей и кодов у меня не работали в данном случае. Просто вот зайдя, например, в код систему, вводите вы свой пароль или же пароль пусто. Пароль не работает, нажимаете ОК, у вас пишет здесь недопустимый пароль. Пять раз вы это проделываете. У вас, если в видеорегистратор встроен зумер, начинает пищать зумер, продолжительный писк. Здесь написано, что система заблокирована. И вместо вопросительного знака здесь маленькая табличка QR-кода высвечивается. То есть рамка эта остается. Аккаунт заблокирован или как-то там учетная запись заблокирована написана. И здесь вот получается красное предупреждение. И здесь QR-кодик маленький. На него вы кликаете, он открывается на вот такую вот рамку большую. Далее берем приложение XMI на смартфоне. Открываем приложение, список устройств. Кликаем по вот этому значку. Заходим в меню. И здесь у нас есть пункт вернуться к предыдущему паролю. Точнее перевести. То есть или по-нашему сбросить пароль. Нажимаем на него, на этот пункт. Открывается вот такая страничка. Ниже я прикрыл список моих устройств. То есть в домашней сети, которая у меня есть. С ID устройства и с IP адресами. Метод 1. По QR-коду сбросить пароль. Жмем QR-код. Считываем QR-код с монитора. Тот что есть. Вам выдает код. Прочитав пароль. То есть QR-код считав. У вас генерируется код. И именно это цифровое значение. Вы вводите в строку пароля. Тут же ничего не меняя. Закрыв этот QR-код большой. Кликнув. Опять у вас будет вход в систему. Заблокировано. Вводите пароль. Жмете ОК. И у вас появляется вопрос. Перейти к управлению. Административному управлению. Ну что-то такое. Вы жмете ОК. И у вас пароль сбрасывается. Админ. Пароль пустой. Как с завода. Войти ОК. Получаете вход к видеорегистратору. Также тут прописан метод 2. Через LAN сбросить пароль. То есть список устройств у вас есть. Но не все устройства это поддерживают. В основном видеорегистраторы. У которых имеется функция уже в безопасности. Ответ вопрос. Вкладка управления. Учетные записи в меню. Изменить пароль. Старый пароль пустой. Вводим новый пароль. И подтверждаем новый пароль. Жмем ОК. И здесь у вас, пожалуйста, выберите вопрос. Это именно та новая безопасность. Которая обладают уже видеорегистраторы. Наверное, с 2018 года. Выбираете вопрос, на который вы хотите ответить. Понятно, что вы запоминаете, какой вы вопрос выбрали. Какой у вас номер телефона, например. Выбираете его. И отвечаете. И подтверждаете ответ. Вопрос 2. Также выбираете другой. Также отвечаете и подтверждаете ответ. Все это дело потом сохраняете. И у вас будет именно второй вариант. Сброса пароля к заводу. В случае, если вы его забыли. Или же что-то произошло у вас. С видеорегистратором. Но я вам именно показал тот случай. Когда не были сохранены ответы на вопросы. А пароль был заменен удаленно. Ну и чтобы такого не случилось. Перед тем, как пользоваться видеорегистратором. А особенности, когда вы его подключили во всемирную сеть. В интернет. Обязательно установите пароль. Потом только включайте сетевой кабель. На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Переходите на другие мои видео. По видеонаблюдению. По обзору. Тестам камер различных. Переходите по ссылкам на то оборудование. Где я его приобретаю. На Алиэкспрессе. На магазины. Все проверено. Все работает. Я сам покупаю. Приобретаю. И делюсь с вами. Показываю вам. Как настраивать. Как подключать. Как всем этим делом пользоваться самостоятельно. Ну и решать вот некоторые проблемы. Которые возникают. Всем удачи. И до следующих видео.